С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 17 августа. О родившихся в этот день 1601 год. Пьер Ферма приходит в этот мир. Французский математик, один из создателей аналитической геометрии и теории чисел, предложил знаменитую теорему, которую до сих пор никто окончательно не доказал, но и не опроверг. Для любого натурального числа n больше 2 уравнение a в степени n плюс b в степени n равно c в степени n. Не имеет решения в натуральных числах a, b, c. 1751 год. В этот мир приходит Матвей Платов, граф, русский генерал, сподвижник Суворова. С 1801 года атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года. А в 1911 рождается Михаил Ботвинник, советский шахматист, шестикратный чемпион мира, доктор технических наук. Год 1935, 17 августа, день рождения Олега Табакова. Полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова. В начале 50-х годов, будучи еще очень молодым человеком, тогда еще саратовец Табаков, вдруг загорелся идеей создать группу, целью которой стало свержение Иосифа Сталина. К счастью, о планах будущего народного артиста СССР никто не доложил, куда следует. 1941 год, день рождения Николая Губенко, актера, министра культуры СССР в прошлом, режиссера театра на Таганке, депутата Госдумы, художественного руководителя театра Содружества актеров Таганки. 1942 год, день рождения певца Муслима Магомаева. Один из самых молодых народных артистов СССР. Он стал им в 31 год. Вокруг имени певца масса легенд и мифов. Например, на руке Магомаева многие замечали красивый перстень. История его появления вроде бы такова. Однажды певец выступал перед Шахом одной из восточных стран. Высокому лицу так понравилось выступление, что он решил отблагодарить Магомаева солидным денежным гонораром. Магомаев, однако, им не прельстился. «Я в гостях денег не беру», — сказал он Шаху. «Тогда вот тебе подарок», — ответил Шаху и подарил Магомаеву перстень. 1943 год. Рождается Роберт Де Ниро, американский киноактер. Фамилия переводится дословно с итальянского как «из Ниро», то есть из местечка в Италии, где жили предки Роберта. Де Ниро принадлежит любопытный рекорд. Дело в том, что героев, которых он играл, чаще других настигает летальный исход. Так, персонажи Де Ниро умирают в 14 из 80 фильмов. Событие дня. 1783 год. Екатерина II дарит своему 29-летнему сыну, будущему императору Павлу I, мызу Гатчина с тамошним домом и с 20 принадлежащими к той мызе деревнями. Великий князь быстро превращает все это в прусское поместье. Здесь он организовал свой двор, свою армию из трех батальонов, в которой царила железная дисциплина. Малейшее нарушение наказывалось палками. Солдат, по мнению Павла, должен повиноваться, как автомат. Между тем, сыновья Павла, великие князья Александр и Константин, гордились своей принадлежностью к военному братству и при случае с радостью повторяли «это по-нашему, по-гатчински». 1898 год. В Москве в присутствии царской семьи закладывается здание музея изящных искусств имени императора Александра Третьего. Ныне это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Строительные работы начинаются за месяц до закладки. И, что важно, к этому времени комитет по устройству музея уже располагал значительной частью коллекции. 1928 год. В Москве на Ленинградском проспекте открывается стадион «Динамо». Его постройка велась на правительственном уровне. Строительство продолжалось в течение двух лет. Первоначально стадион вмещал 25 тысяч зрителей. В этот день был проведен первый официальный матч. В рамках футбольного турнира всесоюзной спартакиады встречались сборные Белоруссии и рабочих клубов Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. 1977 год. Советский атомный ледокол «Арктика» достигает Северного полюса. Впервые в истории мореплавания судно в надводном положении пробилось сквозь льды центрального полярного бассейна к самой северной точке Земли. В 1991 году на секретном совещании в Москве принимается решение о начале действий Государственного комитета по чрезвычайному положению. 17 августа 1998 год. Правительство Кириенко объявляет дефолт – отказ платить по своим обязательствам. Начало финансового кризиса в России. На 90 дней приостановилось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Одновременно Центробанк переходит на плавающий курс рубля в рамках границ валютного коридора от 6 до 9,5 рублей за доллар. Курс рубля падает по отношению к доллару сразу в полтора раза. В этот же день банки перестают выдавать вклады. На улицах выстраиваются очереди обеспокоенных вкладчиков. 23 августа Борис Ельцин подписал указ об отставке Сергея Кириенко и возложил исполнение обязанностей председателя правительства на Виктора Черномырдина. В этот же день президент США Билл Клинтон дает показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левинской и признает по телевидению, что ранее лгал, давая показания о сексуальных связях с Моникой. 2009 год. Крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС. ЧП в истории отечественной гидроэнергетики, которого до этого не бывало. Из-за разрушения крепежных элементов на Саяно-Шушенской происходит авария. Потоком воды срывает крышу второго гидроагрегата. В машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. В результате аварии погибли 75 человек. Ну и последнее. В 1858 году между Европой и Америкой впервые установлена телеграфная связь по подводному кабелю, который с третьей попытки удалось все-таки проложить по дну Атлантического океана между Ирландией и островом Нью-Фаундлендом. Королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкинен обменялись первым трансатлантическим телеграфным посланием. Европа и Америка соединены телеграфом. Слава Богу, мира и доброй воли людям на Земле. В этот же день была отправлена и первая в мире частная телеграмма. Ее послал из Лондона некто Джон Кэш, изготовитель меток для детской одежды, своему представителю в Нью-Йорке. Поскольку каждое слово стоило целый фунт, сообщение было лаконичным. Поезжай в Чикаго. Конечно, они еще не знали, что будет СМС, Твиттер, а чего еще только не будет. С вами был Николай Пемненко в проекте Дата. Продолжение следует...